Старичным режиссером вы наверняка видели его фильм «Конёк, горбунок», «Сказку о царе Салтане». Он вообще занимался сказками. Иван Петрович Иванов Иванов, как звали у нас на студии, профессор, потому что он преподавал в Афгике и на ту пору был единственный профессор по мультипликации. Всё это время оно, хотя и ушло, но оно осталось во мне. И так и должно быть, поскольку человек с памятью, он нормальный, естественно, живущий человек. Ну вот, а теперь, значит, вот я вам говорил о том, что я своим детям читал стихи, я и много пел, и всегда пел, и очень любил петь с детства. Ну и сейчас я вам хочу показать маленький кусочек, буквально там две с половиной минуты. Это небольшая запись, где мой сын вместе со своей дочкой, моей внучкой Руфиной, поёт песню Высоцкого «А почему аборигены съели кука?» Ну вот, посмотрите этот маленький отрывочек. «А почему аборигены съели кука? За что не ясно? Молчи за утром! Не представляется, совсем простая штука!» Хотели кушать, и съели куга, и съели куга, и съели куга. Есть вариант, что их не может большая рука. Кричал, что очень вкусный лоб, а суть не куга. Ошибка вышла, вот о чём молчить на ухо. Хотели куга, а съели куга, и вовсе не было подвоха и недрюга. Пошли без куга, почти без уха. Пустили в действие дубинку из ваннука, и тёп прямо к тебе. Действительно очень короткая. Можно было бы ещё долго. Дело в том, что, понимаете, я очень доволен тем, как идёт жизнь у моего сына и у его детей. Всё-таки шестеро. Двое сейчас учатся уже в художественном училище в Абрамсовском на отделение по металлу. Потому что в детстве, вот какое должно быть детство. Борис сделал им маленькую кузню. Причём сделал её из подручных материалов. Ведь, понимаете, сегодня дети ходят с этими. Они уже совершенно туда ушли. А здесь живое дело. В руках кувалда тяжёлая, рукавицы. В другой руке клещи. В клещах зажат пруд металлический. Пруд этот разогревается. И дальше на наковальне они его распластывают и сделают из него какую-то форму. И вот дети занимались этим. Я был просто счастливее смотреть на это. Конечно, там и по рукам попадало. Ну, так и должно быть. Чтобы обвести практику, нужно всё-таки в этой практике, да, ты получаешь всякие, не могу сказать, увечья, но довольно приличные ранения и по пальцам. Пальцы чёрные у них от того, что попадает молоток по пальцам. Ну, а иначе как опыт человек приобретает? Ну, опыт шцын ошибок трудных. Вот этот опять Александр Сергеевич. И вот теперь они уже повзрослели. Сейчас одному 17, другому 16. И они учатся в училище как раз на отделении металла. И какое счастье было, когда я, когда они для своей бабушки, для моей Франчески, отковали подсвечник такой трёхногий. Там то место, куда свеча они сделали в виде цветочка. И я привёз его. И у нас это стоит как драгоценный подарок. Вот, мне кажется, такое должно быть детство у детей. Тогда они с самого раннего возраста начинают познавать практику жизни. Пока они ходят с этими самыми смартфонами, мне кажется, что это... В футбол не научишься играть, если будешь щёлкать в этом саду. О, прекрасно. Что-то такое там не так. Что-то... Ну, не важно. Надеюсь, что всё так. Да. В общем, это я к слову, что, понимаете, не только поэзия, не только литература, но и должна быть сама живая жизнь, которая должна являться и частью поэзии, и частью литературы, как и поэзия должна являться частью жизни. Юрий Борисович, а это не совсем даже к слову, а очень в тему, потому что как раз мы смотрели все ещё прикерженцы, и я забыл спросить. Мне показалось, что современными средствами, сейчас все мультики делаются при помощи компьютера, этот мультик будет сделать очень трудно. Может быть, невозможно. Его, понимаете, сделать его можно, только выглядеть он будет пошловато. Вот в чём дело. Дело в том, что разговор, конечно, серьёзный. Никакой компьютер никогда не даст тот живой отпечаток, то живое изображение, которое мы видим в рукотворном состоянии. Никогда. Ни один компьютер. И я прихожу в магазин, я сразу по книгам так прохожу, я сразу вижу компьютер, компьютер, компьютер. Вот сейчас выставка замечательного художника Иткина, кстати говоря, однофамилица этого Дани Иткина, фильм, который мы видели. Вот вы посмотрите внимательно на эти акварели, и вы поймёте, о чём это речь. Вот то, что есть такая фраза «мастерство не пропьёшь». Вот это мастерство, вот это сделано мастерски. Посмотрите внимательно, как, во-первых, этот художник хорошо рисует. Но он не только хорошо рисует, у него хорошее воображение, он хорошо представляет. Поэтому у него может быть и детская книга, и Лермонтов. Вот, и ты уже по силуэту видишь, что это Лермонтов. Ты уже видишь Грушницкого, хотя ты читал много раз, и разные иллюстрации есть, но ты уже по картинке видишь. Вот это Грушницкий, который пытается поднять с земли, там, не помню, сейчас помочь, что-то такое. И вот в чём, вот в этой остроте, вот в этом чувствовании пространства, вот в этом художнике. А компьютер, к сожалению, его включают, он ещё многое умеет, но, как мне кажется, он делает человека ленивым. Ну, конечно, художник начинает воображать уже, учитывая возможности компьютера. Да, да. А возможно, мне как-то кто-то сказал, ой, Юрий Борисович, я что-то там искал какой-то цвет, ой, Юрий Борисович, да на компьютере их там миллионы. Я говорю, мне миллионы не нужен, мне нужен мой тот самый, который на самом деле гораздо больше, чем эти миллионы. Потому что, во-первых, а зачем на компьютере нужны там десятки тысяч цветов? Я не могу подобрать из этих десятков тысяч тот, который мне нужен. Это просто большая проблема. Потому что, ну, кто может, это даже не мог бы отличить самый тонкий живописец, одну четырёхтысячную цвет, но никогда в жизни. Вот так вам покажи этот цвет и этот, и скажи, этот цвет темнее того, никогда воображение это не постигает. Но зато воображение хорошо постигает, когда у тебя есть четыре цвета, и ты эти четыре цвета можешь так сложить, что возникает бесконечное пространство, это называется валюры, вот эти тонкие соотношения цветов. И оно бесконечно. А для этого достаточно четыре-пять цветов, чтобы получить эту бесконечность. Поэтому компьютер, конечно, хорошее дело, но я бы рекомендовал на время компьютер, так, иногда ограничивать детей от компьютера. Потому что, ведь дело доходит до того, мне рассказывала одна преподавательница в лагере, детский лагерь был летний где-то там, и она сказала так, ни телефонов, ни компьютеров, и пришлось, и она потом рассказывает, пришлось двоих детей отослать родителям, потому что у них начался стресс психический, понимаете, вот куда мы приходим. Поэтому дети должны знать, есть воздух, есть трава, листва, которые колышутся, есть действия, есть способность, твоя способность видеть окружающий мир, быть сильным, азартным. И вот это все гораздо более ценно, чем все эти прибамбасы, которыми нас кормят рекламщики. — Ну и, конечно, не только детям, я подумал о взрослых, которым еще труднее, наверное, выбраться. — Ну, наверное, 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 мне в этом смысле гораздо проще. Так, значит, что бы еще хотелось бы показать? Значит, вот теперь, поскольку мы живем во времена, когда, во времена бизнеса, слово я терпеть не могу, но что делать? Приходится зарабатывать деньги. Поэтому я вам хочу показать четыре маленьких фильма, которые называются «Русский сахар». Это мы делали, ну, сидели без денег. Детям об этом знать не нужно. Вообще, вы знаете, вот когда сегодня особенно остро так начинаются разговоры о правах и обязанностях, я решаю этот вопрос очень для тебя просто. Права есть у детей и у тех, кто физически не способен заниматься тем, чем он занимался, допустим, всю жизнь. Тогда у него права. Все остальное обязанности. Поэтому мы обязаны детям обеспечивать их жизнь, чтобы их права были абсолютно заявлены. Но дети должны знать, что они живут в живом мире, и что их нельзя ограждать от всего того, что происходит в мире. Поэтому постепенно, живя, они, обретая права, они начинают обретать обязанности, которые, конечно, гораздо выше прав. Так вот, значит, ну, вот что касается фильма «Русский сахар». Нам пришлось зарабатывать деньги, и мы сделали четыре рекламы. Сейчас вы посмотрите. Спасибо. 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 Группа компании «Русский сахар». «Русский сахар» Аплодисменты. Аплодисменты. Это, к слову, о том, что реклама тоже может быть искусством. Да, но потратили мы на это столько времени, что в результате деньги, которые мы заработали, они ушли на то время, когда мы делали этот день. Так что тоже, к сожалению, к сожалению. А теперь, я бы хотел, чтобы вы тоже показали небольшой, он в общей сложности, наверное, минуты три. И это жизнь нашей студии, где это буквально снято кусочки на телефон, случайные такие обрывки. Там мы с художником чешем затылок над пейзажем, который мы делаем там для фильма «Шинель». Там стоит Франческо, смотрит, как дорогу делать. В общем, идут такие разговоры. Я думаю, что это будет интересно, это буквально каждый отрывочек секунд 40, не более того. И там еще вы увидите нашу любимую собаку, которую звали Пират. Ее уже нет, у нас уже другая собака. Пират, ему было 14 лет. В общем, уже возраст такой, конечно, когда он отправился на небеса. Но он был нашим любимцем, нашим товарищем, нашим другом. Я бы хотел, чтобы вы увидели, какие у нас друзья в студии. Я бы хотел, чтобы вы увидели, что он художник. Я бы хотел, чтобы вы увидели, что он художник. Так, ну вот это вот, что на самом деле, это все должно достаточно грубо сделать. Это можно темперой, а наяпать, а потом заходить. Это все нормально. Знаете, какие там франки. Ну ладно. Значит, во-первых, тут надо будет обрезать, это все тут под эту форму, чтобы туда ушел. Но потом... Затон очень хорошо обменялся в туманку. Есть границы, есть. Вот это вот очень хорошее. Это вот Франческа моя. Это тысяча девушек. Что? У нас нет цели... А когда все смотришь там, вот корниры, то ощущение отравы. Там все вертикальные. О, очень хорошее, да. Это из сказки, кстати. Причем ты брала, когда ты делала свои коллажи, ты как раз брала вот это грандице. И она потом просто попадает. Ну это не реально вообще. Это наш пират. Пират, еще лапочку положи. Ну, молодец, молодец. Молодец. Ирбович, а чего вы ему не даете-то за то, что он лапку положил? Дай мне ложку маленькую. Ложка-то не очень-то нехорошее. Не рад. Уже торг. Не ограждайте детей от животных. Ничего. Ирборисыч. Он у нас персонаж «Спокойной ночи малышей». Молодец. Пират, ну ты вообще даешь. Просто свинство. Ну ты, Пират, скажешь. Ира, где Таня? Дай ему кусочек Товорожку, а то он сейчас и заднюю лапу поставит. На, Пират, на. Кушай. Ирбович, вы тоже чай будете? Пират и Юрий Борисович кушают кулич. Юрий Борисович, я вас записываю, как вы с пиратом кушаете кулич. Ну давайте я нарью вам светлую водичку. Сюда вы все. Прошу на расслуживаться. Боже, простите, мне поднимутся. Пират, кажется, это все. Так, все, так. Пират, тебе нравится кулич? Пират, тебе нравится кулич? Ирбович, а немножечко пасхи Пирату, только без изюма. Пират, это кулич, ты слышишь? Извините, лейтеный, но я с херен пришел еще один, потому что из мемориев входит. Ну ладно, давайте еще раз. Элбин Хэн, вы грекал, можно идти, но я приду тебе завтра. Ну ладно. Наверное, мы закончили так же, как она. Ну ладно, она не одна. Нет, она не одна. Лидочка, нормально. У нее есть ключи мститель. Мой маленький, мой хороший, мой хороший. Мой маленький, мой хороший, мой хороший. Я не знаю. Это мой любимый. Распущу-ка я косу-русую коси белая дома, Распущу-ка я косу-русую коси белая дома, и тут столько хороших людей, тут все изумительные. Обязательно передам. Ой, Тимофеевский не лезет в кадр прямо, здоровый такой. А там внизу тетя Тимофеевский, который сегодня выступал, между прочим, Александр Павлович Тимофеевский. Я почему попросил показать этот кусочек? Потому что, чтобы не думали, что мы там сидим такие все серьезные, тяжелые, и только занимаемся творчеством. Мы занимаемся творчеством, но творчество без драйва может с ума сойти тогда от этого. Поэтому должно быть вот такое. А теперь, если у вас когда-то нет вопросов, я бы хотел показать вам один кусочек из сказки сказок. На 20 минут отмотайте там, вот последние 8 минут. Это отрывок, ну, наверное, кто-то здесь видел фильм «Сказка сказок». Поднимите руки, кто видел. Этот фильм явно не менее популярен, чем «Ежик в тумане». Вот это да, это да. Я бы хотел бы хоть отматывать. У меня один вопрос есть. Да. Дай, слушай. Разделится много. Многие. Этот вопрос у каждого есть или у многих есть. «Почему нет в титрах такого человека, как Франческо?» «Как нет в титрах?» «Как нет в титрах?» «Она везде в титрах фильмов, художник-постановщик». «Что вы?» «Что вы?» «Написано это?» «Конечно!» «Не дай, что вы?» «Нет, это просто абсолютно исключено!» «Изык?» «Конечно!» «Просто здесь…» «Вы, наверное, пропустили…» «Там шла панорама». «Наверно, да». «Вы, наверное, пропустили…» «Нет, нет. Как это нет?» «Она для меня абсолютно центр вселенной!» «Что вы?» «Это Франческо, это просто отдельно!» «Она, к сожалению, никуда не ходит, ни на какие встречи, ничего!» «Я говорю, Франя, умоляю тебя!» «Пойдем вместе!» «Ты умеешь говорить!» «Ты умеешь разговаривать!» «Нет!» «Ты скажешь лучше!» «Не хочу!» «Вот я сижу со своими здесь птичками, ромашками!» «И все!» «Больше не подаряю!» «Ну, она такая!» «Ну, что ж!» «Ну, спасибо!» «Нет, нет, нет!» «Нет!» «Ну, что вы!» «Не дай бог, чтобы вообще...» «Я всегда Франческе везде многое рассказываю!» «Другое дело, что когда у нас работа, мы страшно!» «То есть я ругаюсь!» «Потому что я человек нетерпеливый!» «Я хочу результата!» «Я вижу, какой должен результат!» «А Франческа медленная!» «И вот пока она добирается до результата, у нас такие происходят баталии!» «Что вы?» «Ну, вот сейчас посмотрите!» «Дело в том, что Франческа — это уникальное явление!» «Она единственный художник на фильме, единственный художник, который сделал всю массу изобразительных фильмов!» «Обычно на фильме работает человек 6-7 художников, помощников!» «А она как художник-постановщик и как художник-исполнитель, она всю эту массу сделала сама одна, вот своей рукой!» «Ну вот сейчас вы увидите этот эпизод из «Сказки-сказок!» «Нет, еще дальше, дальше, дальше!» «То есть очень хорошо!»